Привет! Сегодня к вам с рецептом самого лучшего варианта торта Наполеон. Это тот самый вариант, про который мои родные говорят. Вкуснее, чем вот этот торт Наполеон, они не пробовали нигде. Я его даже часто пеку с собой в гости, чтобы порадовать знакомых. Кстати, это фирменный рецепт моей мамули. Она его печет один раз в год, только на новогодний стол. Рецепт и в стаканах, и граммах, как вы любите, смотрите под видео. Изюминка и в тесте, и в особенно вкусном креме. Я сначала всегда готовлю заварную основу для крема. В кастрюлю наливаем молоко 1 литр и ставим нагревать. Доводим почти до кипения, но дать кипеть нельзя. Я устанавливаю минимальный огонь и иду взбивать яйца с сахаром. В миску разбиваем 5 яиц. Добавляем сахар 2 стакана. По весу это 500 грамм. Я добавляю немного меньше, 400 грамм, так как мы не сильно любим сладкое. Добавим ванилин. И взбиваем миксером до побеления и увеличения примерно в 3 раза. Теперь добавляем 3 столовые ложки муки. Перемешиваем осторожно, нужно чтобы мука смешалась с яичной массой. Лучше для крема использовать большую кастрюлю, поэтому я молоко переливаю в кастрюлю побольше. У меня объемом 5 литров, фирмы Талер. У такой кастрюли капсулированное дно, для лучшего распределения тепла. Как я уже говорила, молоко должно быть горячим, но закипеть ему дать нельзя. Как молоко нагреется, тонкой струйкой вливаем взбитые яйца с сахаром и мукой. И постоянно помешиваем. Теперь интенсивно помешиваем венчиком, чтобы ничего не пригорело. И варим до загустения. От плиты не отходим. Огонь можно сделать средним. По времени занимает от 10 до 20 минут. Как масса загустеет, снимаем с огня. Закрываем встык пленкой и даем полностью остыть. Теперь займемся тестом. Приготовим сначала тесто номер 1. Отмерим сливочное масло 250 грамм или маргарин. Я использую хороший маргарин. Растопим его. Переливаем в миску. Добавляем 1 стакан муки по весу 160 грамм и перемешиваем. Получившееся тесто отставляем в сторонку. Теперь приготовим тесто номер 2. В миску кладем 1 стакан сметаны по весу 250 грамм. Разбиваем 2 яйца. Добавляем соль 1 четвертую чайной ложки. И перемешиваем венчиком. Теперь добавляем 2 стакана муки по весу 320 грамм и перемешиваем. На стол насыпаем половину стакана муки по весу 80 грамм. Перекладываем тесто. И замешиваем руками. Возможно еще потребуются муки. Мне сегодня дополнительно еще потребовалось горсть муки. Все зависит от размера яиц, густоты сметаны, ну и самой муки. Тесто хорошо вымешиваем. Тесто не должно быть забито мукой. Слегка липнет, так и должно быть. Ничего страшного, во время раскатывания просто будем присыпать мукой. Тесто делим на 6 равных частей. Делаем колобочки. Берем 1 колобочек и скалкой тонко раскатываем. Тесто номер 1 визуально разделим на 6 частей. Кладем 6 часть теста и равномерно распределяем по пласту. Отставляем в сторонку. Берем второй колобок, раскатываем примерно такой же по размеру пласт. При помощи скалки кладем на 1. И смазываем тестом номер 1. Так чередуем все слои. Теперь закручиваем рулет и убираем. Если в холодильник, то на часа 2-3. Если в морозилку, то достаточно минут 30. Я сегодня поставила в морозилку на 30 минут. Теперь тесто делим на части. В зависимости какой диаметр торта планируете готовить. У меня сегодня диаметр 24 см. Делю на 14 частей. Вот такое тесто получается. Убираю тесто в холодильник. Беру одну заготовку. И раскатываю. Посыпаю мукой, чтобы не липло. Я вырезала из бумаги для выпечки заготовки диаметром 24 см. По ним обрезаю заготовку и кладу на подходящий противень. Ставим в разогретую духовку. Выпекаем при 200 градусах минуты 4-5. Ориентируйтесь по духовке. Пока печется один корж, я готовлю вторую заготовку. Готовый корж вынимаю. Кладу вторую заготовку. Отправляю печься. А в это время делаю третью. Так пеку все 14 коржей. Приготовим крем. Масло нужно предварительно вытащить из холодильника. Нужно, чтобы оно стало комнатной температуры. Кладем 180 г сливочного масла в миску. Для крема я использую только сливочное масло. На маргарин заменять нельзя. Сливочное масло взбиваем до бела. И начинаем добавлять остывшую заварную основу. Заварная основа и масло должны быть одной температуры. Крем получается воздушным и пушистым. Да, кстати, сейчас на эту кастрюлю, в которой я готовила крем, в официальном интернет-магазине посуды Тайлер действует скидка 40%. И не только на эту кастрюлю, а еще и на другой выборочный ассортимент продукции. Рекомендую заглянуть. Ссылку для вашего удобства я оставила в описании под видео. Успейте воспользоваться скидкой, она действует до конца месяца. Вот такой нежный воздушный крем получается. На вкус как растаявшее мороженое. Теперь собираем торт. На середину кладем немного крема. Кладу корж, чтобы торт не ездил по тарелке. По краям обкладываю бумагой для выпечки, чтобы тарелка осталась чистой. Чтобы удобнее было собирать, устанавливаем подходящее кольцо от разъемной формы. Смазываем кремом, кладем второй корж, прижимаем, смазываем кремом. Так продолжаем делать со всеми коржами. Два коржа я оставляю для посыпки. Разламываю их в крошку. Кстати, посмотрите, какое слоистое тесто получается. Кольцо снимаем. Подравниваем кремом края и бока. И посыпаем крошкой сверху и по бокам. Теперь тортик убираем на пропитку. Я оставляю при комнатной температуре на часа 2-3. Потом убираю в холодильник и оставляю на часов 6. Теперь достаем, можно украсить. Я просто украсила сегодня свежей кубникой. Разрезаем и подаем к чаю. Если любите Наполеон, приготовьте такой вариант. И вы поймете, что лучше этого варианта просто нет. Ароматный и, не побоюсь этого слова, обалденно вкусный. Не забудьте оставить улыбающийся смайлик под видео, если вам понравился рецепт. Жду с нетерпением ваши фотоотчеты. Прислать их можно мне в мой телеграм-канал. Если еще не подписаны на мой телеграм, обязательно подпишитесь для быстрой связи со мной. Например, помочь найти вам нужный рецепт или подсказать процесс приготовления. Я там всегда на связи. А я вам желаю приятного аппетита. Кушайте вкусно и будьте здоровы!